Друзья, всем привет! Надеюсь, меня видно, слышно. Ну, как обычно, традиционно, плюсики, если все окей, минус, если что-то не получилось. Я вас приветствую. Это наш первый в режиме, в постоянном режиме онлайн-вебинар. Пятница, конец недели. Мы подводим традиционно, мы будем теперь от недели к неделе подводить итоги торгов, ушедшие на неделе, сегодняшний день рассмотрим. Мы вообще поговорим о том, что было наиболее интересным за эту торговую неделю, как повлияли основные валютные пары и, собственно говоря, как мы это с вами пережили и какое видение, какая техническая картина на текущий момент. Мы не будем забегать с вами на макроэкономическую статистику в следующей неделе, потому что для этого у нас будет другой вид обзора. А сегодня рассмотрим просто текущее положение дела и опять же пройдемся по тем событиям, которые были, ослежим немного в памяти. Я сейчас займу свое традиционное место в кресле и сразу же займусь чатом и перейдем к делу. Надо крупный план взять. Так, или это все неправдой было? Евгений, сколько стоит ваш пятидневный курс? Сейчас, секунду, друзья. Так, вижу друзей. Сейчас отвечу на все вопросы. Пойдем снизу. О, Кирилл, наконец-то у тебя все получилось. Так, что за победитель? Андрей Афанасьев, победитель здесь у нас в чате Андрей Данилов. Можете его поздравить с этим. Так, 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 так. Здравствуйте, Евгений. Кто выиграл конкурс? Ответил. Евгений, сколько стоит ваш пятидневный курс обучения? На сайте не могу найти. Илья. Он по факту является бесплатным, но есть определенные условия. У вас на счете должна быть сумма не менее 300 долларов. Это, собственно говоря, условия для того, чтобы вы попали на этот обучающий курс. Валерий Васильевич пишет. Или это все неправдой было? Валерий Васильевич, это было правда? Спросите у Андрея Данилова. Он может вам подтвердить, потому что он и есть победитель. Сережа Егоров, привет. Я рад тебя видеть. Хорошо, что ты с нами здесь сегодня. Здравствуйте, Евгений. Скажите, вы свою табличку при анализе вписываете годовую инфляцию или месячную? Сейчас об этом поговорим. Значит, я в свою таблицу вписываю инфляцию годовую, как она изменяется, но смотрю, конечно же, то есть для себя в голове держу ежемесячные изменения. Ну вот, предположим, сразу к теме. Вы очень верный вопрос, Виктор, задали. Допустим, последняя статистика по Великобритании, которая была, да, что мы там получили? Мы получили там отрицательное облазначение, по-моему, это было, по-моему, это было минус 0,8, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав. По Европе тоже отрицательная инфляция в месячном выражении, поэтому, конечно же, я на нее смотрю. Почему? Потому что это для меня барометр того, как может изменяться годовая инфляция. И, допустим, от месяца к месяцу, вот квартал проходит, конечно, данные за квартал по инфляции, они важны для регулятора, когда он, допустим, будет делать свои очередные заявления. Так, 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 так. Окей. Я предлагаю вот как построить сегодняшний сегодняшний вебинар. Может быть, будет некоторый такой небольшой конфуз с моей стороны, да, но мы сейчас определим с вами структуру проведения, и дальше уже в следующей неделе пойдут по накатанной, потому что все равно новая аудитория. ВСТ с нетерпением ждал аналитику два раза в неделю, а тут каждый день вижу мастера, да еще и поведение итогов ежедневно. Просто красота, прекрасные условия. Ребят, хотите прикол? Только не рассказывайте, пожалуйста, никому, правда, мне даже как-то неудобно стало. Меня сегодня официально забанили и удалили из группы с коллтрейдингом. Такой поступок какой-то непонятный. Ну да ладно, я не жалуюсь, это так просто. Да, аналитика каждый день будет, по пятницам мы будем подводить итоги. Всем еще раз спасибо за представление, приятное спасибо компании ST Forex, лично Евгению Филиппову, Андрею, да не за что. Слушай, Андрей, у меня к тебе был вопрос. У тебя в ВКонтакте указано, что город, в котором ты живешь, это Ростов-на-Дону, а на аватарке Новосибирск. Поясни, пожалуйста, если будет момент, потому что Новосибирск – это мой родной регион. Виктор, минус 0,9 и 0,3 в годовой. Совершенно верно, спасибо большое за свежие цифры, Виктор. Так вот, я чего предлагаю, друзья? Я предлагаю, чтобы вы… Вот я сейчас буду переходить немного к событиям. Вы можете накидать свои вопросы сейчас в чат по событиям этой недели, которые вы бы хотели, чтобы мы с вами проговорили. Из ярких событий этой недели что мы можем вспомнить? Был протокол ФОМС. Я прям себе помечу. Был протокол ФОМС. Сейчас поправьте меня, если я ошибаюсь. У нас, по-моему, Банк Англии был на прошлой неделе со своим заявлением, но мы можем тоже захватить его, потому что интересно все-таки поговорить. Значит, был ФОМС на этой неделе, был ряд макроэкономической статистики, но на самом деле не серьезная, не особо серьезная статистика была. Сегодня были данные по индексу PMI в сфере услуг и в сфере промышленности Франции. Я на этом отдельно остановлюсь. Почему? Потому что есть определенные у меня домыслы на этот счет. И сегодня же мы получали данные по Канаде, розничные продажи, которые существенно на Канаде повлияли. Кстати, если мы все вместе будем с вами следить за размышлениями моими и вашими комментариями в группе, где я публикую аналитику, то мы можем обратить внимание на то, что по Канадцу та самая поддержка, о которой мы говорили, 1.23.50, 1.24, сработала дважды. Сегодня очень хороший выстрел был, поэтому если кто-то в позиции стоял, еще удержался и никого не скинуло после вчерашней или позавчерашней коррекции, то я за вас рад. У меня закрылось по профиту, но я до верхов не дотерпел, конечно. Я сам с Ростова здесь родился, вырос, живу. Люблю путешествовать, открывать новые города. Вот посетил в том году Новосибирск, к чему очень рад. Теперь там много друзей. Фомас был сильный перерыв в торговле. Я подзабыл, что это. Помню, что 2 года назад была волатильность по этому событию. Ну, окей, все, тогда давайте поехали. Значит, все, кто к нам сейчас подключаются, друзья, и приветствуют меня, особенно дамы, всем низкий поклон, вечер добрый, рад, что у нас становится больше. В том, что забанили на Сколтрейге, виноват, наверное, я. Они мне звонили и предлагали курс. Я сказал, что буду учиться у вас на следующей неделе. Извините, если что. Ну, Петр, медвежья услуга. На самом деле я не расстраиваюсь, потому что в последнее время информации действительно в группе ее практически нет, никакой полезной для рынка. Поэтому ничего страшного. По золоту. Я заметил, значит, начнем с Фомс. Егор Иванов просит по золоту. Мы даже эти две темы свяжем. А вы, друзья, пожалуйста, накидывайте. Валерий Васильевич, Фомс, да, и для всех, я думаю, это будет полезно. Восемь раз в год проводится заседание Американского Центрального Банка, то есть где-то через интервал в полтора месяца. После этого заседания, через две или три недели, я сейчас его точно не вспомню, по-моему, через две недели, публикуется протокол с этого заседания. То есть это стенограмма, в которой отражаются основные тезисы, кто что говорил, высказывания, обсуждения. То есть это более детальное освещение заседания, которое уже было. То есть мы получаем протокол с предыдущего заседания, с того заседания, которое уже было. Само заседание нам в моменте ленты новостей выдают какую-то информацию, пресс-релиз, пресс-конференция, если есть, но протоколы раскрывают более четко. Что лично меня не то чтобы насторожило, но что остановило в этом протоколе мое внимание? Давайте по порядку, сейчас попытайтесь проследить цепочку мою, и если она вам будет полезна, супер, если будут какие-то комментарии, отмечайте. Значит, последние несколько месяцев, значительное количество, ну не полгода, конечно, но такое глобальное, но последние четыре месяца однозначно, мы наблюдали существенное падение цен на нефть. А если брать вообще прям пики, то Brent со 120 долларов свалилась до 43, по-моему, или 45, или 43 было. Потом пошла коррекция существенная, но цены на нефть падали достаточно долго. Уже должно быть известно всем, что высокие цены на нефть, достаточно высокие цены на нефть, или цены на нефть, которые растут, они раскручивают инфляцию по всему миру. Ну, потому что нефтепродукты, да те же самые углеводороды, да, они необходимы буквально всем, и, естественно, сырье, топливо нужно всем, и если растет цена на сырье и топливо, то повсеместно этот рост цен перекладывается на конечного потребителя, на конечный продукт, и вот мы наблюдаем инфляционное давление, то есть мировую инфляцию. Если цены на нефть снижаются, то, естественно, падает и инфляционный показатель, падают инфляционные показатели по миру. И что мы сейчас наблюдаем? Вот, кстати, Виктор совершенно вовремя, опять же, подметил. Значит, инфляция в Европе, я себе на блокноте помечаю, вам, если это удобно, то можете тоже записывать. Инфляция в Европе, в месячном выражении, просто ставим отрицательный область значений, Европа. Инфляция в Великобритании, месячное выражение, отрицательное значение. Инфляция в Канаде, Австралии, Китае, слабые показатели. На основании слабых показателей по инфляции Банк Канады и Резервный банк Австралии пошли на снижение основных процентных ставок, чтобы раскачать как-то. Инфляция в Соединенных Штатах тоже несколько замедлилась. Мы наблюдаем снижение инфляции в производственном индексе PPI, и корр PPI. То есть инфляция в производстве, то есть на сырье, грубо говоря, которое в дальнейшем может отразиться на конечный продукт. Что дальше с этим будет происходить? Естественно, низкая инфляция, она сейчас будет притормаживать экономический рост однозначно. Американскому Центральному банку сейчас тормоз экономического роста нажимать вообще не хотелось бы, у них ВВП вот только-только выбрался стабильно, у них инфляция в какой-то момент в годовом выражении подходила даже к отметке 1,9, не удержали, у них только стал восстанавливаться рынок труда, и сейчас нужно подтянуть уровень заработных плат. То есть низкая инфляция сейчас как бы не особо-то, не вовремя, грубо говоря. И стержневые показатели, на которые смотрит Федеральная резервная система, и от которых она отталкивается в определении курса денежно-кредитной политики, то есть низкие ставки, серия повышений процентных ставок, или программы количественного смягчения, или сокращения. Так вот, определяя эти векторы, они смотрят на основные показатели. Я уже об этом неоднократно говорил. ВВП, инфляция, рынок труда. На рынке труда вроде бы более или менее все стабильно пошло, но с инфляцией не очень. С инфляцией не очень, и они в своих последних протоколах несколько тонн изменили. Обратите внимание на формулировку. Мы будем проявлять значительное терпение в вопросе повышения процентных ставок. До июня месяца сначала было сказано. Из последних протоколов стало понятно, что Федеральная резервная система или Комитет по операциям на открытом рынке, если быть точнее, взяли на вооружение фразу «длительный период низких процентных ставок». Я могу сказать, что фраза «длительный период низких процентных ставок» была в середине 2014 года. И тогда на этом фоне американский рынок акций ставил новые и новые рекорды. Поэтому неудивительно, что эта фраза «длительный период низких процентных ставок» в рамках ближайших четырех месяцев вновь раскочегарит американский рынок акций, на котором и так уже наблюдается существенный пузырь. На валютном рынке как это может отразиться? Если ставки низкие и перспективы их повышения в ближайшее время не наблюдаются, значит и доллар продолжает быть достаточно дешевым. Дешевый доллар, соответственно, это окажет влияние на валютный рынок. Но рано или поздно ставки придется повысить. Я думаю, что это будет все-таки в этом году. И вот последние протоколы дали понять, что пока ставки останутся низкими. То есть они охладили ожидания игроков относительно повышения ставок. Поэтому им еще нужно поддержать фондовый рынок, рынок акций. И тем самым они ослабят американский доллар. Некоторое время назад на одном из вебинаров мы проговаривали идею того, что в момент, когда Федрезерв начнет повышать ставку по кредитам, вот в этот самый момент дорогой доллар им не особо нужен. Почему? Потому что повышение процентной ставки спровоцирует приток капитала. Куда? В государственные ценные бумаги это облигации. Скорее всего, в корпоративный сектор в корпоративные облигации. И, естественно, сам по себе американский доллар, в частности, просто банковские депозиты тоже станут инструментом, которые будут приносить более высокую доходность. Американские ценные бумаги номинированы в долларах, американский доллар, чтобы его купить, нужно поменять свою валюту на рынке в доллар и уже потом денежки на депозит. То есть, если доллар будет дорог к моменту, когда ставки будут повышены, и ставки повышают в этот момент, то спрос на доллар еще возрастает, курс его начинает расти, а слишком высокий курс американского доллара может ударить по экономике сильнее и больнее, чем того хотелось бы в Федеральной резервной системе. Поэтому до того, как они начнут гаечки закручивать и ставку повышать, было бы логично американский доллар провалить. Низкие цены на нефть как предмет для обсуждения, как причина того, что инфляция снизилась, дают повод американскому центральному банку взять тайм-аут в вопросе повышения процентных ставок и вербально, опять же-таки, доллар ослабить. А уже потом бахнуть неожиданно, как обычно у них это бывает, и повысить процентные ставки. Что это значит для рынка сейчас? Смотрим, допустим, на основную валютную пару. А, кстати, давайте перейдем к основной валютной паре. Чего мы? Раз уж смотрим, то будем смотреть. Так, так, так. Секунду. Вот мы смотрим на основную валютную пару. Пара евро-доллар, мы неоднократно говорили, это четырехчасовой интервал, друзья. Мы неоднократно говорили о том, что боковой коридор по паре евро-доллар выдерживается. Этот боковой коридор образовался после существенного падения. Единая европейская валюта, это уже дневной интервал, падали мы с отметки 1,40 до отметки 1,11. Но очевидно, технически очевидно, что пара перепродана, коррекция нужна. А вот была коррекция, где-то практически на 400 с лишним пунктов. Достаточно ли этого? Ну, по большому счету, можно еще немного задрать, потому что коррекционная модель может развиться еще чуть дольше. Что об этом говорит? Обратите внимание, какой период времени пара торгуется в боковом коридоре без явных признаков укрепления или существенного ослабления. Но чтобы не измерять, вас не мучить, я скажу, два месяца. Два месяца единая европейская валюта шагает вот в этом коридоре. Мы должны прекрасно понимать, что проторговка в боковом коридоре, особенно диапазоны которого сокращаются, обратите внимание, низ был 1.11, потом ушли до отметки 1.1420, потом показали хаины 1.1530, потом пытались их повторить, а потом какой диапазон стал? 1.1445 это верх и 1.1280 это низ. Сейчас в рамках вот этого боковика в 160 пунктов пара евро-доллар гуляет. Это достаточно узкий диапазон для проторговки внутри его, в боковике. То есть как пружина сжимается, то есть выстрел из него будет достаточно мощный. А теперь рассматриваем еще раз варианты, куда может быть этот выстрел. С точки зрения технической абсолютно в любую сторону. Вот реально, по технике абсолютно в другую сторону. Вопрос, куда поведут крупники, куда поведут умные деньги, какую они возьмут сейчас для себя на вооружение стратегию. И наверняка они будут отталкиваться от того, какие действия можно ожидать от центральных банков той или иной страны, если мы говорим о перераспределении капиталов на внутренних валютных рынках. На мой взгляд, под влиянием макроэкономической статистики, предположим, это данные. В качестве варианта возьмем данные по нон-фарм-пээрос, возможно, будущие. Возможно, грядущая статистика по инфляции в зоне евро, предположим. То есть, что-то, что будет важно для принятия важных решений, может изменить вектор движения. Ну, допустим, отыгрываем идею, что американскому доллару нужно немного ослабеть. Сейчас у нас идет второй месяц, второй месяц нового года, заканчивается уже. Предположим, статистика по Соединенным Штатам выходит плохая, если это еще и статистика связанная с рынком труда, то традиционно на нон-фарм-пэрос мы наблюдаем существенные выбросы, выстрелы, что может прорвать этот боковик, собрать тут кучу стопов, уйти наверх. Дальше подогреть все это движение может статистика из зоны евро. Предположим, по каким-то причинам вдруг у них сейчас несколько будет стабилизироваться ситуация. По последним данным, которые поступают из Германии, это возможно. Значит, идем наверх. А раз наверх, значит, ищем уже основные коррекционные уровни, после которых можно вновь возобновить торговлю на продажу американского доллара. Но вопрос, если боковик пробивается, допустим, в какую-либо сторону, значит, трейдер, который наблюдал все это время боковое движение, должен принимать решение. Предположим, что я рассматриваю больше движения вниз. Цена пробивается наверх. Это против моей торгового плана. Что я делаю? Я либо пропускаю все это движение наверх и ищу существенного отката потом снова в направлении основной тенденции, либо торгую уже против своей основной стратегии. То есть, если кто-то рассматривает евро вниз, дальше, к паритету, но будет выстрел наверх, вы здесь должны принять для себя решение. Будете ли вы дальше отторговывать евро наверх и потом где-то крыть свои позиции и уже разворачиваться? Либо вы будете пропускать это движение, не ломая себе психологию, грубо говоря, и шортить евро откуда-то выше. Это вы должны для себя самостоятельно решить. Но пока вот почему-то интуиция, которая периодически дает серьезные сигналы, мне кажется, что разворот по евро откат более серьезный к 1.18, к 1.18.60, допустим, туда, он более чем возможен. Поэтому всем, кто торгует евро вниз, нужно быть внимательнее и этот момент учитывать. перейду. Сейчас я быстренько перейду к чату. Петр отложки поставит за границей коридора. А если так и продолжит, боковик, спрашивает Петр. Но известны случаи, когда боковые коридоры были несколько месяцев. Фунт стерлингов одно время, там вообще полгода в боковике стоял. Если так и продолжит боковик, то торговать мы продолжаем в нем. Но с каждым новым днем и неделей в боковике торговля в нем становится все более и более опасной, потому что близок выстрел, близок разворот. Вот его важно поймать. Так, а вдруг это равносторонний треугольник? Борис Фадеев спрашивает. А вдруг, может быть, и равносторонний треугольник? Но я пока не вижу здесь треугольника. Борис, если у вас получится, я вот прям прошу вас, но давайте не сюда, да, не сюда, а давайте в группу, ну действительно, раз уж мнение высказано, постарайтесь в группу добавить новость, свой скриншот, как вы видите этот равносторонний треугольник. Я думаю, мы со всеми участниками нашей группы с удовольствием этот момент обсудим, потому что я пока не вижу. Павел, есть мнение, что США ставки в 2015 году повысят, потому что в 2016 у них выборы, а перед выборами это делать вроде как не очень хорошо. Да и такое мнение есть, но я думаю, что просто уже они будут стоять перед серьезным выбором в вопросе повышения процентных ставок, но это уже будет существенный перегрев, поэтому возможно выборы это тоже как один из кнутов. Евгений, я после последнего вашего вебинара открыл счет про, вы не обманули исполнение быстро, я пока не встречал такое, спасибо, ваша аналитика для меня как спасательный круг, большое спасибо, Егор Иванов, огромное спасибо вам за эти слова, они заставляют меня работать еще лучше. Евгений, слышно ли что-нибудь по сегодняшнему решению и Греции, и ЕС? В инете пока ничего не нашел, а евробакс к счастью падает, такое ощущение, что он и будет падать. Антон, продолжаем наш разговор с вами, мы сегодня уже с вами общались, но вот посмотрите, евро отскакивает совершенно четко от границ, и объемы нам это также очень хорошо показывают, а на внутридневном интервале на часовике вообще замечательно это видно, обратите внимание, хороший выстрел пошел, то есть граница соблюдается, но вот прямо сейчас попробую посмотреть новости, новости, пока не вижу новостей в ленте по Греции, видимо, действительно молчат, молчат новостные ресурсы, я думаю, что информация будет позже, но пока действительно в ленте новостей ее нет, а раз нет, значит проторговочка, хотя вот на ожиданиях евро падал, на плохой статистике евро падал, подошли к нижней границе, евро снова откупают, хотя прекрасно понимают, что будут приходить новости из Греции, давайте попробуем найти в этом какую-то логику, я, по-моему, в сегодняшнем обзоре говорил, или может быть там вчера или позавчера, что, на мой взгляд, новости по Греции, которые будут, они способны изменить торги в паре евро-доллар лишь в рамках уже устоявшегося коридора, то есть пробить на этих новостях коридор невозможно, поэтому текущие коррекционные модели, отскоки от нижних границ, даже в преддверии новостей по Греции, они вполне очевидны. Евгений, слышно что-либо? Каких высот желает достичь СТФ? Второстепенный вопрос ответите после важных новостей. Каких высот? Значит, я могу сказать, и, возможно, это амбициозно, но без амбициозных планов не имело смысла открывать компанию. Значит, есть всевозможные сайты, которые предоставляют рейтинги брокеров. Можно зайти на какой-нибудь сайт и увидеть список пяти крупнейших брокеров. Допустим, заходим на Stocktime и видим в середине пять лучших брокеров. Или на Forex Ratings находим пять лучших брокеров. Так вот, задача моя и всех моих партнеров по этому бизнесу вывести компанию ST Forex в рейтинг, в эту первую пятерку. Это будет непросто наверняка и, может быть, не так быстро, но вот такая задача. Возможно, я считаю, что это уже в ближайшее время у нас будут официальные представительства в регионах. Возможно, поступают, но для начала нужно обрасти мясом, как говорит мой партнер Александр Смирнов. Многие из вас его уже знают. Дальше. Сочи приветствует. Приветствую я Сочи. Андрей Афанасьев пишет. Купил сегодня канадца от 1.24.30, но нет уверенности, что войдет и закрепится на следующем уровне. Можно закрыть маленький плюс 100 пунктов. 100 пунктов не маленький плюс, Андрей, абсолютно нормальный профит. Ну, вот давайте вот у вас сейчас перед глазами график пары доллар-канадец. Обратите внимание, что по моей разметке технической он уже кольнул линию сопротивления. Это та цель, первая цель, которую я ставил. Давайте посмотрим на внутридневном интервале, на часовике. На часовике мы сейчас видим откат небольшой, да, небольшой откат. я думаю, на этом на текущий момент все. Пока каких-то вот всплеск был на новостях, понятно, сейчас ждать дальнейшего движения без каких-то коррекционных моделей, я думаю, не стоит. Ну, что бы я сделал на вашем месте? Я бы на вашем месте воспользовался стопорем, который бы подвинул повыше, защитил бы большую часть прибыли, а там бы уже смотрел, пойдет, наверное, значит, прибыль вырастет, не пойдет, вас выбьют, ну, защитите пунктов 75, наверное, я бы так сделал, но проверите, пойдет, не пойдет. Сколько клиентов уже насчитывает ваша компания? Наша компания насчитывает порядка 8500 клиентов. Это вот сегодняшние данные, надеюсь, меня никто за них ругать не будет, за то, что я их обозначил. Борис Фадеев, а евро-доллар продолжит нисходящий тренд. Борис Фадеев, вы задали этот вопрос 17 минут назад, у меня есть ощущение, что мы этот вопрос сейчас обсудили. Появилось новых 7 комментариев, я сейчас их с удовольствием прочитаю. Против тренда торговать опасно, мне кажется, money management соберет стопы и пойдет вниз по тренду. Андрей, вот Андрей Афанасьев, ваши комментарии это относительно какой валютной пары вы описывали? Дайте дополнительный комментарий, потому что я сейчас просто не понимаю, к какой валютной паре это привязано, не могу прокомментировать. Вообще, дорогой доллар ударит по всем экономикам, пишет Кирилл Цепицын. По идее, для экспорта дорогой доллар это хорошо, но для импорта плохо. Россия, в пример, доллар дорогой, рублей за продажу в бюджете больше, но много импорта, многие издуваются, все экономики загибаются насчет дорогого доллара, всех он душит гад. Но вообще, традиционно, когда американский доллар дорожает, это всегда серьезные всплески на финансовых рынках, друзья, потому что это значит, что затягивание поясов в Соединенных Штатах, затягивание экономических поясов, а если бигбоссу приходится плохо или, так скажем, тяжело, естественно, всем остальным будет нелегко. Это нужно, конечно же, учитывать, поэтому, Кирилл, твой комментарий, я здесь думаю абсолютно в тему. Роберт Александров, Евгений, по рублю, признайте свое экспертное мнение, очень важно, с удовольствием. Значит, начнем опять же с нефтянки. Я это проговаривал. Я, кстати, друзья, не знаю, один, наверное, из, я вообще не люблю себе дифирамбы петь, но я, наверное, один из немногих экспертов, который официально говорит о том, что я с легкостью признаю свою ошибку, и мне не будет стыдно перед всеми моими слушателями, когда они могут улечить меня в том, что я оказался неправ. Абсолютно спокойно это переношу. Так вот, я не боюсь оказаться неправым в этих высказываниях, иначе я не расту тогда и не проверяю свои идеи. Я думаю, что низкие цены на нефть мы еще увидим, это к вопросу российского рубля, и всплески, которые мы видели сейчас, связанные с закрытием нефтяных скважин сланцевых месторождений в Соединенных Штатах, и забастовки, это всплеск волатильности от игры шпальники какой-то, но нефундаментальные причины для восстановления цен на черное золото, поскольку спрос и предложения пока находятся практически на неизменных уровнях. Спрос небольшой, предложение высокое. Страны Ферсидского залива предлагают своим потенциальным клиентам скидки для того, чтобы клиента удержать. Замедляется Китай в темпах роста, замедляется Япония, это основные потребители углеводородов, поэтому я думаю, что мы увидим еще более низкие цены по нефти. Раз так, значит и рублик немного скатится. Скоро у нас очередные выплаты по внешнему долгу. Наверняка с инфляцией у нас все не будь здоров, я больше чем уверен. Поэтому я считаю, что как только цена на нефть двинется дальше, и пройдут вот эти псевдопозитивные моменты, связанные с Минскими соглашениями, а я считаю, что это псевдопозитивные моменты. Так вот, пойдет нефтяночка ниже 50 долларов, уйдет, или к 50 долларам по бренд спустится, и мы увидим рублик снова где-то в районе 68-70. Я думаю, что по итогам первого квартала мы к 70 подберемся. Вообще, думаю, что увидим даже 73-74, возможно, 75, это цифры взятые просто исходя из психологических уровней каких-то, ничего более, там сейчас говорить о потолке роста, ну, если кто-то говорит, что будет расти, то цифры какие-то взять, ну, достаточно сложно, то есть просто шагаем круглыми цифрами, исходя из той динамики, которая была. Поэтому думаю, что сложные времена по рублю, они еще впереди, но единственное, что население и рынки сейчас уже будут не так болезненно это воспринимать, и я думаю, что волатильность уменьшится. Движения будут, но волатильность уменьшится, но это не отменяет сценария похода к новым антирекордам. Евгений, а новости по Греции могут повлиять только на пару евро-доллар? Новости по Греции повлияют на единую европейскую валюту, могут частично утянуть за собой другую европейскую валюту фунт стерлингов, но совсем незначительно. Повлияют они на биржевые индексы Европы, Америки, на Россию повлияют меньше всего. То есть, если смотреть на биржевые индексы, то позитив по Европе конечно же поддержит и Соединенные Штаты, индексы Соединенных Штатов и индексы европейские, и евро. Поэтому не только на евро. У меня тоже отложка сработала на этой паре. Извините, может быть я пропустил, какая новость может подвинуть евро-доллар на продолжение падения. Борис Фадеев, значит, какая новость может подвигнуть евро-доллар на продолжение падения. Отвратительные данные по инфляции, отвратительные данные опережающих индексов по Германии, Z и W, IFO, промышленный PMI по Германии, и, наверное, в совокупности, если греческий вопрос не решится. Если этого будет недостаточно, то тогда подвинуть евро-доллар смогут только сильные данные по Соединенным Штатам. Но я сейчас рассмотрел европейские показатели. Совокупность вот этих показателей во слабой зоне, слабые показатели, которые я перечислил, могут подвигнуть евро-доллар на дальнейшее падение. Но нужен мощный выход из этого боковика. Мощный выход это всегда статистика, которая топливо подбрасывает. Поэтому берем самые сильные значения, то есть самые сильные показатели. Ну или американские пейроллы выйдут просто феноменальные, и тогда евро-доллар, конечно, вылетит из этого коридора на раз. У меня тоже отложка сработала на этой паре. Евро. Андрей Афанасьев, евро. Так, сейчас я вернусь к вашему комментарию. Вы писали, что против тренда торговать не ай-яй-яй. Против тренда торговать опасно. Мне кажется, маркетмейкер соберет стопы и пойдет... А, все. Я согласен с вами, Андрей, поэтому лично мне я скажу вот свое. В дальнейшем, если, допустим, еврик выходит из диапазона 1,15-1,30 из верхней границы и идет наверх, и я буду проводить аналитику ежедневную, я не буду евро покупать. Я буду ждать момента, чтобы евро продать. Против тренда не хожу. Вот здесь с Андреем соглашусь. Спасибо за отдельный комментарий. Антон Табаев. Европа гаснет, вот США доллар дорожает, пока господствует в ней. Особенно Украина, мне кажется, подогревает подорожание доллара. Я так, в общем, не имею в виду какой-то срок, а рубрику нашему везет. А вы из Сибири или из Алтайского края? Откуда можно озвучить? Я из маленького шахтерского города, город Кемерово, поэтому я из Сибири. Алтайский край недалеко. Собственно, я думаю, вы это сами понимаете. Так, значит, смотрите, мы проговорили Фомку с вами, мы проговорили единую европейскую валюту, мы частично затронули сейчас ситуацию с канадским долларом в свете сегодняшней статистики и тех идей, которые мы в течение недели рассматривали. А, я хотел сказать про индексы PMI по Франции. Если вы сегодня смотрели на экономический календарь, друзья, то вы могли заметить, что сегодня выходили опережающие индексы. Для тех, кто не знает еще про опережающие индексы, я знаю, что среди нас есть такие. Статистика, я делю статистику на несколько этапов. Статистика опережающего характера, статистика от государственных статистических агентств, статистика от частных организаций и институтов. Так вот, опережающие индексы это статистика от частных организаций или институтов, которые традиционно выходят раньше, чем блок официальной статистики от государственных статистических бюро. Традиционно это начало месяца, Это первая неделя, первые дни или уходящая неделя месяца перед новым месяцем. Традиционно эти статистические показатели, которые называются опережающими, еще носят название опросные индексы. Быстренько расскажу, многие из вас уже об этом слышали. Представьте, что ребята из института какого-нибудь экономического проводят опрос. То есть они проводят опрос, условно говоря, 300 компаний, из этих компаний выбирают менеджеров, топ-менеджеров компаний, которые отвечают за производство, за закупки, и задают им вопросы относительно того, как обстоят дела у них в компании, как дела с запасами на складах, как с закупками дела, как с трудоустройством дела, как они в будущее смотрят на перспективы своей компании. И предлагают им три варианта ответа – ситуация ухудшилась, улучшилась, осталась без изменений. На основании этих опросов выводят среднее значение индекса. Традиционно эти индексы называются PMI. Все, что выше 50 пунктов, говорит о том, что сектор растет. Все, что ниже 50 пунктов, говорит о том, что сектор снижается. Эти статистические показатели очень часто во внимание берут центральные банки, когда пытаются составить картину того, что происходит. Так вот, по Франции, друзья, представьте, что взяли во Франции крупнейших топ-менеджеров компаний, которые ведут бизнес в промышленности, и крупнейших топ-менеджеров компаний, которые ведут бизнес в сфере услуг, в секторе услуг, опросили их, и на протяжении уже больше, чем полугода, да намного больше, чем полугода, у них очень слабое ожидание. Это вторая экономика еврозоны. Сегодня на этой статистике это было топливо, чтобы еврик двинулся вниз. Несмотря на то, что данные по Германии более или менее вылазят, периферийные страны по-прежнему продолжают кричать. И вот вам, по Франции, статистика в лучшую сторону никуда не вышла. Поэтому это одна из причин, по которой я считаю, что дела в Европе еще вообще далеки от идеала, и это та самая соломинка, за которую я хватаюсь, которая за собой может подтянуть целую вереницу событий. Так вот, это как раз-таки те показатели, которые говорят о том, что европейская экономика буксует, даже несмотря на низкие процентные ставки, самые низкие в Европе. Даже программу количественного смягчения еще не запустили, она только в марте начнется, посмотрим на ее результаты, они быстро не появятся. Но пока дела у европейской экономики обстоят не самым лучшим образом. На этом фоне и расти единой европейской валюте, ну тоже не представляется возможным. Да еще и ставочка низкая. Есть вопрос. Так, Евгений, созрел такой вопрос. А почему сумма минимального депозита именно 300, и почему обязательно надо иметь депозит? Нет. Я говорил о том, чтобы для того, чтобы попасть на обучающий курс Форекс от А до Я, на депозите нужно иметь сумму в 300 долларов. Ну, я вам скажу так, это не я эту сумму взял из головы, наверное, вопрос больше к нашему маркетинговому отделу, но вот такие условия. То есть это не значит, что вы эти деньги платите кому-то, они у вас лежат на вашем торговом счету. Ну и сумма в 300 долларов, допустим, на счете цент, можно совершенно спокойно в момент обучения, и после этого обучения отрабатывать тактики, стратегии, не боясь потерять эту сумму, скорее всего, даже ее приумножить, потому что там настолько минимальный лот, что проиграть 300 долларов, ну, даже если вы не умеете правильно открывать позиции, будет достаточно сложно. Попробуйте, поэтому здесь нет каких-то обязательных условий, здесь есть пожелания, без этой суммы просто на курс не попадете. А так вообще у нас нет каких-то требований по минимальному депозиту, если мы говорим о торговле. Так, был вопрос, вчера ПРБК, Павел Тарасутенко пишет, вчера ПРБК какой-то американец говорил, что нефть может и до 15-20 долларов за баррель опуститься, так как после освоения месторождений стоимость барреля в США становится такой же дешевой, как и в Арабских Эмиратах, в районе 10-15, поэтому пободаться за рынок потенциал еще есть. Освоение месторождений, стоимость барреля, на текущий момент себестоимость американской сланцевой нефти выше, чем 15 долларов. Это, по-моему, не самые старые данные, но, возможно, в будущем с развитием да. Поэтому, ну, говорить о ценах в 15-20 долларов, пока, я думаю, притянуто за уши, но американцы любят попугать прогнозами, поэтому почему бы нет. Я совершенно спокойно буду смотреть на цены, которые будут подходить к 40 долларам за баррель, возможно, даже ниже. То есть эти цены мы еще как-то видели. 15-20? Ну, не знаю, может быть, посмотрим. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Опоздали. Ничего страшного. Расскажите ожидания по новозеландскому доллару. Голд и золото. Могу научить, как проиграть с цент в 300%. Хорошо. Перейдем к графикам. Яна. Значит, я не отслеживаю новозеландский доллар с точки зрения макро-статистики, потому что я эту пару практически не торгую. Если вы вспомните, то эта пара в обзоре у меня появилась, кстати, после вашего комментария в группе, когда вы просили ее добавить. Поэтому каждый раз я ее рассматриваю пока исключительно для вас, потому что вы публично изъявили это желание. Сейчас вы просите также публично прокомментировать мои ожидания. С точки зрения макро-статистики я ничего дельного сейчас сказать не могу. Я знаю, что экономика Новозеландии, структура ее больше все-таки товарно-сырьевая. То есть очень много сырья, продуктов питания из Новой Зеландии и едет в свет. С учетом того, что новозеландский доллар против американца движется похожими тенденциями и паттернами, так же, как и австралийский доллар, то смей предположить, что на текущий момент рост новозеландского доллара, на мой взгляд, приостановится. Да, не добит уровень 0,7625-0,7620, но его добить осталось совсем чуть-чуть. То есть, возможно, какой-то всплеск эмоций еще будет. После чего я бы, если бы торговал эту валютную пару, открывал короткие позиции, это не противоречит условиям тренда на текущий момент. Поэтому здесь можно быть спокойной совестью, что вы не против рынка поперли. Теперь вопрос, добьет ли он вообще этот уровень. Предыдущие хайни обновили, сейчас замерли где-то. Вот уже второй раз арестуется свечная модель на 4-часовом графике, разворотная. Можно посмотреть внутридневной интервал часовичок и попробовать определить здесь какие-то локальные уровни. Возможно, мы их с легкостью увидим. На текущий момент мы можем найти поддержку горизонтального типа и сопротивление горизонтального типа, которое также еще не было пробито. Скользящие среди на часовом интервале сейчас показывают сигнал к боковику. Отскоки трижды от этого уровня, при том, что некоторые из них на больших объемах даже были, говорят о том, что уровень этот сохраняется, но и верха пока не добили. Поэтому если торговать, то по локальному тренду снизу еще покупают. Но перспектива небольшая, поэтому я бы дождался тестирования верхнего уровня, пробовать продавать от него, но с учетом, что если пойдет выше, то усрединится до 0.76. Если же не использовать тактику усреднения, то просто посмотреть тестирование верхнего уровня и в случае его пробития рассматривать уже продажи выше. Если же уровень 0.75-0.70 все-таки взят не будет, то торги будут проходить в рамках боковика. Тогда выставлять отложки на пробой нижней границы 0.75 на продажу, опять же. Золото, был вопрос. Давайте по золоту. Значит, китайский Новый год, объемы падают, золото сейчас разрисует. Наверняка очень неприятный момент. Здесь будет наверняка какое-то накопление объемов, я так подозреваю, с дальнейшим выходом. Я же буду рассматривать золото с точки зрения того, есть ли смысл сейчас в золото уходить, как в актив, сберегающий от рисков, от рисков, допустим, на фондовых рынках. С учетом того, что Американский Центральный Банк оставил процентную ставку на длительный срок, и этот длительный срок вообще не определен никакими датами, Европейский Центральный Банк собирается запускать свою программу количественного смягчения. Я думаю, что золото все-таки будет торговаться на нижних уровнях с возможным достижением отметки в 1180 долларов, а может быть и того ниже, в район 1150, а дальше колоть локальные минимальные значения. Вот то, как я сейчас на золото смотрю, друзья. Кстати, хотел посмотреть, что с евро в евро рост, что с японской иеной. У меня сработала отложка по японской иене. Кстати, мы это тоже оговаривали. Буквально вот пункт в пункт меня зацепило, по-моему, да? Да, совершенно верно. На текущий момент там порядка 50 пунктов. Да и дай бог, пускай растет. Разворот, видимо, пошел по Америке. Скорее всего, может быть, где-то уже есть инсайдерская информация по Греции. Вам, может быть, даже сейчас более с руки поискать информацию в лентах новостей. Пока я с вами общаюсь, я этого не вижу. Вот такие комментарии. Как Евробак среагировал на слова Евгения? Спасибо огромное. Друзья, значит, наше общение сегодня с вами постепенно подходит к концу. Мы возьмем сейчас себе на вооружение. То есть мы сейчас обкатали первый пятничный вебинар рассмотрения итогов торговой недели. Каждый из вас, и я в том числе наверняка намотаюсь тебе сейчас на ус, чего в этом обзоре нам не хватило. Какие вопросы, возможно, вы хотели бы задать мне в следующий раз. У вас уже будет некий навык, да? То есть как меня немного в этом обзоре тоже направлять. Я, с одной стороны, понял, что мне достаточно комфортно в таком режиме с вами общаться. Поэтому желаю вам хороших выходных. Всех мужиков с наступающим праздником, мужики. Надеюсь, что вам не только носки подарят. Значит, увидимся с вами уже на следующей неделе. Опять же, утренний обзор. В следующей неделе старт обучающего курса. Всем хорошо отдохнуть.